Полную картину первой главы. Первую главу вообще как-то не очень принято изучать в Ешивах, но я с этим категорически не согласен. Есть четкие определения, что можно учить, что не следует учить, что не поддается такому прямому пониманию. Это четко определено. И как-то вызывает такое удивление отсутствие интереса к пророкам. Отсутствие интереса к пророкам, но просто до сих пор выражает это. Относится не только к русскоговорящей среде, но и к израильской среде. В израильской среде есть своя проблема, в Литве проблема. Люди считают, что они знакомы с текстом, и этого достаточно. А современные комментаторы, к сожалению, большинство, они уходят в область моментаризма, отрываются от источников, учат по такой системе, которая называется быковый найм. То есть смотреть прямо в глаза, как бы на уровне класса. То есть так, как я взял и отбросил все источники, так, как я понимаю то, что я вижу, приходят совершенно к ужасным вещам, к ужасным выводам. Вот это, к сожалению, давляющая как бы среди комментаторов линия. Есть интересные работы, но опять же, как я вам говорил, нет сквозного комментария. А без сквозного комментария текста очень трудно о чем-нибудь говорить, потому что все начинает путаться. Если я посмотрел в этом месте и прокомментировал это место, не учел все остальное, то получается масса противоречий. Это как бы мое вечное вступление и вечное удивление. Отсутствие интереса к пророкам. Мы нашими занятиями стараемся этот момент несколько исправить. То есть не несколько, а, надеюсь, очень серьезно исправить. Надеюсь, что у многих, кто присоединяется к занятиям, возникает довольно полная картина, но, по крайней мере, представление о том, как следует работать с текстом, что думать, какие вопросы задавать самому себе. Прежде всего. Очень надеюсь, что мы многое-много в этом плане исправляем. Хорошо. Порока, как мы с вами говорили, это и наша история, и наша духовная история. И там же и вся наша мистика, которая совершенно не берется через вот такой современный подход к Кабале, через Феррот, через там... Совершенно. Только через пророка. Хорошо. Вот. После такого короткого убедения во время ожидания тех, кто присоединится, мы все-таки приступим к занятиям. Натана, мы включили запись. Натан, хорошо. Сейчас в какой-то момент запись включится, я надеюсь. А мы с вами, чтобы не наказывать тех, кто пришел вовремя, мы с вами перейдем к занятиям, и, как всегда, с молитвой, чтобы нам была помощь свыше в этом деле, в трудном деле, в постижении пророков. Напоминаю, что мы находимся с вами в книге Шмолей. И мы с вами говорили о старстве Давида, говорили о том периоде, когда Давид правит 7 лет в Хевроне. Был вопрос относительно того, почему... Был вопрос относительно того, как Давид правит 7 лет в Хевроне. А Иж Бошет. Натан, если можно, то... Вот я могу, по-моему... Натан... Отлично. Значит, говорили о том периоде, когда Давид правит 7 лет в Хевроне. И был вопрос, почему Давид 7 лет правит в Хевроне. А про Иж Бошета, потомка Шауля, который вроде бы как возглавляет 10 колен, сказано, что он 2 года правит. И я вам представил, ответил таким образом, что Иж Бошет не сразу укрепился на царстве. Есть комментаторы, которые говорят наоборот, что 2,5 года продолжалась деятельность Авмера для того, чтобы укрепить 10 колен, сплотить их, эти 10 колен и проставить их Иуде. И через 2,5 года Иж Бошет, как мы с вами увидим, был убит. И 5 лет у колен заняло на то, чтобы соорганизоваться, прийти к Давиду. И хотя есть проблема в этом мнении, все-таки оно мне представляется более реальным, сказать, что Иж Бошет, что названо, что Иж Бошет правил нам 10 колен в первые 2 года, а последующие 5 лет колено обдумывали, решали, собирались вместе и увидели необходимость в том, чтобы прийти к Давиду. Я пытаюсь открыть текст. И мы с вами тогда будем двигаться по тексту. Вот впереди у нас интереснейшие моменты, связанные с превращением в захвата, мы желаемое превращение в желаемую столицу. И я пометил, где мы с вами остановились примерно. И вот мы в третьей главе мы с вами говорим, что и было во время войны между домом Шауля и домом Давида, и Авнер укреплялся в доме Шауля. Мы говорили в разных позициях Шауля и Авнера. Шауля, Авнера и Давида. Авнера и Давида. Давид старается возвысить народ духовно и экономически, естественно, военным отношениям. Авнер пытается уговорить все колено объединиться. А у Шауля была наложница и имя ее Рицпа, дочь Аи. Эта женщина еще появится и в дальнейшем и сыграет значительную роль в истории сыновей Израиля. Но вот пока говорится о ней, что у Шауля осталась наложница, дочь Аи. Мы представляем себе, что наложница эта женщина, которая взята в дом без ктубы, она обладает, в общем-то, всеми правами, но в царском доме нельзя было сказать, что ее дети будут наследовать престол. Если мы помним в истории об Ифтахе, складывается подобная ситуация. Ребенок, рожденный в доме, когда есть брак, но нет брачного договора, нет ктубы, он обладает всеми, обладает всеми правами. кроме вот дома царя, когда трудно говорить о том, что он будет наследовать престол. И сказал «Ижбошит, а в нерву, почему ты вошел к наложнице обсамы его?» Претензия, она такова. Дело в том, что, в общем-то, по закону нельзя пользоваться имуществом царя, нельзя жениться на вдове царя. Как ни печально женщина остается в таком положении, что она всю жизнь должна оставаться вдовой. Это как бы судьба тех, кто был царицей, был в царском доме, был женой царя. Это их судьба. Здесь понятно, здесь проблемы государственные, что всякий, кто женится на жене погибшего, умершего царя, он может сказать, что у него есть права на престол. Такова человеческая психология, так было принято в других странах, и поэтому нельзя сказать, что Тора, но обычаи, мудрецы строжайшим образом запретили жениться на жене царя. Здесь наложница, в общем-то, она мало чем отличается от жены, как мы себе представляем, и Абнер берет ее в жены, заключает с ней брак по закону, и шау Ижбошит. Надо в скобках сказать, что он был большим мудрецом, и между ним и Давидом были интересные отношения. С одной стороны, они были соперниками, понятно, с другой стороны, Давид постоянно посылал к Ижбошиту посланников для того, чтобы выяснить галактические проблемы. Так говорится в трактате Брахот. Там даже Ижбошит, таким косвенным образом объясняется его имя, что почему назван Ижбошит, что Давид говорит о себе, я праведник, я не стыдился, ну, как бы говорит, или может быть, о Давиде, можно сказать, или можно представить себе Давида таким образом, что Давид говорит, что он не стыдился и посылал с вопросами Ижбошита, и всегда спрашивал его, правильно ли я рассудил, правильно ли я понял закон Торы. Так что вот такое, при таком противостоянии отношения между мудрецами Торы, они были и сохранялись. И мы здесь видим, как бы чувствуем Ижбошита, как мудреца Торы, который хочет придерживаться закона, закона формального. И, наверное, не совсем правильно и не очень удачно, по крайней мере, для него самого. Дело в том, мы не можем сказать, что он нарушен закон Торы, что это кровосмешение, не дай Бог, а это определенное ограничение, обычай, может быть, очень серьезный, который нарушен. И Ижбошит, он, как мудрец Торы, он хочет, чтобы все было по закону, все было формально, закон был соблюден, и он обращается к Авнеру с такой претензией. И очень рассердился Авнер, услышав слова Ижбошита. То из-за этой претензии, как мы понимаем, прозвучало такой момент, или, по крайней мере, это можно было услышать, что ты хочешь подорвать мою власть, ты хочешь быть царем вместо меня. Вот мало того, что у тебя такая популярность, у тебя связи со всеми коленами, ты стараешься всех объединить, тебя все уважают, ты еще и женился на наложнице Шауля, понятно, что ты идешь к тому, чтобы захватить власть. Так это можно было услышать. Ижбошит, скорее всего, будучи человеком скромным, мудрецом Торы, который как бы не сам-то придумал, чтобы быть царем, он, скорее всего, не имел это в виду. Но Авнер услышал то, о чем мы говорили, претензию, что ты хочешь захватить власть. И он рассердился и сказал, разве я предводитель собак, у иуды здесь слышатся резкие такие слова, наверное, человека военного, который привык иногда обращаться с резким упреком к воинам. Он говорит, сравнивает предводитель собак, которые у иуды. Вряд ли он имеет в виду Давида. Ситуация такова, что, скажем, или, может быть, он в пылу гнева, вспоминая столкновение у водосборника Гевон, может быть, он действительно вот как бы так резко отзывается о иуде, вспоминая, что Явг гнался за его воинами и убивал их беспощадно, возможно, он называется вот так довольно резко. Отныне буду ли я оказывать милость дому Шауля, отца твоего, братьям его и близким его? Ведь не передал я тебя в руки Давида, а ты сегодня меняешь мне преступление женщину эту? Пусть так сделает сессильный Абнеру и так добавит ему, если я не сделаю того, о чем клялся Бог Давиду, обещав дать царство из дома Шауля и установить престол Давида над Израилем и над Иудой Аддана и до Берешева. Он открыто говорит Ижбошту, который, в общем-то, не обладает никакой силой ни политической, ни военной, ничего не может противопоставить, а в Неронке открыто ему заявляет, что он будет стараться соединить царство и видит в человеке в Ижбошете человека недостойного управлять сыновьями Израиля. Это не государственный ум, не политический ум, это вообще можно сказать и не ум мудреца Торы, который мыслит широко, человек, который видит там, где нет этого подрыва его власти, претензии на захват власти, по мнению Абнера, он не может быть государственным деятелем, где бы он не может возглавлять колено. Не мог Ижбошет больше ничего ответить Абнеру из-за страха перед ним. Страх это или не страх, но Ижбошету нечего противопоставить совершенно Абнеру, вся сила в руках у него и отправил Абнер от себя посланцем Давиду, чтобы сказать, чья земля это. И еще сказать, заключи союз со мной, и вот рука моя с тобой, чтобы привести к тебе весь Израиль. Совершенно речь не идет о том, чтобы убить Ижбошету, уничтожить Ижбошета. Скорее всего, речь пойдет о том, чтобы дать ему некоторое достойное место в новом образовавшемся большом Израиле, дать ему определенную должность, но, скажем, совершенно не имеется в виду, что его надо устранить физически. И сказал, хорошо, я заключу с тобой союз, и только одного я потребую от тебя сказал, не увидишь ты лица моего, а только если прежде, чем ведешь ко мне Михаль, дочь Шауля, которую возьмешь с собой, когда придешь увидеть меня. Тут неожиданно всплывает такая открывается рана Давида, от которой мы, может быть, не подозревали или, может быть, забыли. Шауль забрал у него жену, женщину, которой он был очень привязан, которая была к нему привязана. Может быть, в дальнейшем окажется, что Михаль и Давид, они несколько разные люди, или даже серьезно отличаются друг от друга. У нас впереди еще с вами эпизод, когда Михаль не одобряет поведение Давида при переносе Ковчега Верушалаем, но это в будущем. Да и там любовь не разрушена, просто становится ясно, что Михаль, у Михали не будет сына, который может построить храм. Любовь к Михаль большая, да и привязанность Михаль к Давиду очень сильная. Вот это рана огромная. Мы помним, что Шауль решив, что право царя отменить, объявить даже задним числом имущество человека бесхозным и таким образом объявить бесхозным то имущество, которым Давид заключил брак с Михаль. Я напомню ситуацию, не вдаваясь во все ее подробности, напомню, что брак заключается в тот момент, когда мужчина с согласием женщины, естественно, при полном понятии того, о чем идет речь, передает женщине некоторый подарок. В наше время принято, что это кольцо, и мужчина передает кольцо и говорит, что женщина посвящена ему, то есть становится его женой. Есть такой ход, которым не пользуются на практике, стараются ни за что не пользоваться на практике, чтобы не обесценить брак. Может быть, в нашей истории были единичные случаи, когда я этим пользовалась. В принципе, у суда есть возможность объявить имущество бесхозным, даже задним числом. как-то. Вот таким образом формально можно объявить кольцо непримадлежащим мужчине, скажем, кольцо, например, непримадлежащим мужчине, и таким образом брак недействительным еще с того момента, когда он был заключен или когда он должен был быть заключен, уже объявить его недействительным. Шауль воспользовался этой возможностью и разрушил брак Давида и Михаль, волей царя объявил кольцо, не кольцо, скажем, имущество, которое передал Давид бесхозным имуществом и разрушил брак и отдал, как мы помним, Михаль Палтиэлю. Палтиэль оказался праведным человеком, который не прикасался к Михаль, но в любом случае Давид мог ее вернуть даже скажем, в любом случае, потому что жена, которая попала в вынужденную ситуацию, скажем, над ней было совершено насилие, она может вернуться к мужу. И вот это мы видим, что Давид, как мы с вами говорили, человек очень чувствительный, и он переживает очень из-за Михаль, которая спасла его, и которая, в общем-то, из-за него пострадала. Отправил Давид посланцев кишбошету, сыну Шауля, чтобы сказать, отдай жену мою, Михаль, которую я посвятил себе сотней крайних плоти и плештин. На самом деле мы помним, что Шауль потребовал от Давида принести ему крайние плоти плештин, то есть убить их и как доказательство его побед принести крайние плоти плештин. История сама в себе сложная и есть как бы экологическое обсуждение, то есть это еще один момент, скажем, плюс к тому, что мы с вами обсуждали, что Шауль сказал, что эти крайние плоти плештин, они ничего не стоят. И поэтому брак не был заключен. Брак не был заключен. Брак вообще не действительен изначально. Но мы не будем вдаваться в галактические подробности, представим себе, что, скажем, у Шауля были свои ходы, были свои основания для того, чтобы, скажем, с галактической точки зрения аннулировать этот брак, либо, скажем, объявить имущество бесхозным, если было другое имущество, которым Давид заключил брак, или сказать, что эти крайние плоти плештин, они изначально ничего не стоят, они, то, что называется, лошевая брута, они не стоят самой маленькой монеты, и поэтому им нельзя заключить брак, нельзя их нельзя заключить брак. И на этом основании он как бы не то, чтобы отдал замужнюю женщину другое учение, он аннулировал брак. Давид же возражает против всех постановлений и галактических изысканий Шауля, он говорит, что Михаль его жена. если считать, что сами крайние плоти плештин, они ничего не стоят, так давайте смотреть по-другому на вещи. Я для Шауля сделал великое дело, он получил выгоду от того, что я выходил против филистимлян, и то, что я выходил против филистимлян, и через эту выгоду, которую получил Шауля, был заключен брак. Давайте смотреть на вещи так. Но опять же, я бы не хотел вдаваться во все галактические подробности, потому что это не наша цель. Мы с вами пойдем дальше. И послан взял ее от мужа, от Балтиеля, сына Лаиша. Медраш рассказывает на 19-б странице, приводится огадая, что Балтиель шел и плакал. И плакал он не от огорчения, что забрали у него Мехад, жену Давида, а от как бы переживания, что вот так все получилось, и он стал такой невольной причиной того, что огорчение для Михаила и для обида. С другой стороны, он был рад тому, что смог сохранить или просто, скажем, смог противостоять идувному желанию и всей этой ситуации ни разу не прикоснуться к Михаилу. И пошел с ней ее муж и шел за ней и плакал, пока не добрались до города Бахурим, и сказал ему, Абнер, иди возвращайся, и он вернулся. И говорил Абнер со старейшинами Израиля, чтобы сказать им, и вчера, и третьего дня вы уже были готовы просить, чтобы Давид царствовал над вами. Были они готовы или нет, все ли были готовы, но Абнер поступает как политик и говорит, вы же сами хотели, важно сказать, иногда людям начинает казаться, что они действительно так хотели, и вот он говорит, вы же сами хотели, чтобы Давид царствовал над вами, а теперь действуйте, ибо Бог сказал Давиду, через Давида, раба моего, спасу я народ, мой Израиль, от руки плештим и от руки всех врагов его. И здесь мы видим очень интересный момент. Либо в народе гуляют разные легенды о том, что Шмуэль сказал Давиду, либо Абнер это сейчас придумывает на месте, обмана большого в этом нету, но при всем том, как мы помним, что Шмуэль не помазал Давида для того, чтобы тот спас Израиль от руки плештим. Это не было сказано. Перед Давидом стояли гораздо более глобальные задачи, и самое главное из них это возвысить народ Израиля духовно, построив храм, подняв Тору на совершенно другой уровень, иной, раскрыв ее пласты, связанные, скажем, с душой человека, с переживаниями человека, вот как бы если так можно сказать, оживить Тору, превратить ее в дерево жизни, это та задача, которая старяла перед Давидом, «А уж от руки плештим спас бы Всевышний». От руки плештим спас бы Всевышний, то есть понимание царства в глазах Абнера, и как он преподносит это главам колен, как он говорит, оно совершенно неверное. Конечно, царь должен решать глобальные задачи, но так или иначе главная задача, которая стоит перед царем, это духовное возвышение Сави Израиля, и уж Моэль-то точно это знал, и точно для этого он подставил Давида, не для того, чтобы тот решал исключительно, скажем, проблемы материальные, хотя их тоже нельзя отбросить, но материальные проблемы, они не прозвучали при помазании, а были отодвинуты на второй план. Говорил также Аммер с коленами Бениамина, а мы видим, что насущная проблема это сейчас противостоять Плештим, который рано или поздно прошло семь лет, то есть не семь лет, сейчас по той версии, которую я представил в начале занятия, прошло где-то два с половиной года, и есть большая и большая вероятность, что Плештим сорганизуется и поднимется, против Давида. И говорил также Аммер с коленами Бениамина, и пошел также Аммер в Хеврон говорить с Давидом и обо всем, что желает весь Израиль и весь дом Бениамина. И пришел Аммер Давиду в Хеврон и с ним 20 человек и устроил Давид для Аммера и людей, которые с ним пир. Мы видим подход Давида. Можно сказать, что это политик, который готов использовать ситуацию, который готов использовать положение людей. Он, видимо, понимает то положение, в которое попал Аммер с Ишбошитом. Можно сказать, что это внутреннее свойство Давида. Не увеличивать конфликт, увидеть праведность человека у Аммера есть немалая доля праведности и основываться на этом. И сказал Аммер Давиду, встану я и пойду и соберу господина моему царю весь Израиль. То есть они договорились, обговорили все условия и Аммер собирается практически осуществить то, что он открыто сказал Ишбошиту. И они заключат с тобой союз и будешь ты править во всем поступая, как пожелает душа твоя. И отпустил Давида Аммера и пошел тот с миром. И вот пришли слуги Давида Иоав пришел из похода и большую добычу принесли с собой его воины. Видимо, Иоав выходил против остатка племен Амалика или против соседей, как это было принято в то время, делал вылазки для того, чтобы устрашать соседей, чтобы они чувствовали силу иуды. Вот это была одна из задач, которую решал Иоав как начальник войска, возвращается из похода с большой добычей. Аммера уже не было с Давидом в Хевроне, ибо отпустил его и пошел тот с миром. Иоав естественно узнает о том, что был Аммер. Иоав, конечно, совершенно другой человек, чем Давид. Скажем, в нем гораздо меньше милости и в нем, скажем, главенствует такая практическая жила. Иоав большой праведник. и он знает, естественно, что Шмуэль помазал Давида, и он не только за Давида, когда нужно будет, он будет поучать и Давида, и, скажем, и восстанет против Давида, не то, что с оружием в руках, но нравственно, да, будет учить его морали. Он видит Давида как, скажем, божественный инструмент для становления царства Израиля. И ситуацию он увидел совершенно по-другому. Он не доверяет Абнеру, он боится, боится, знает, что Абнер займет видное положение при дворе Давида, если он сейчас приведет десять колен, и он подозревает и справедливо, что Абнеру будет отдана командование войска, и для Иоава не столь страшно, что Абнер потеснит его, как он считает, что Абнеру нельзя доверять. Он совершенно другой человек, который не может быть дверем Давиду до конца, и такого человека нельзя сделать одним из приближенных, и тем более нельзя сделать главою войска. И естественно, Иоав помнит, ну, мягко помнит, что Абнер убил Асахаэля, как мы помним при столкновении в его неуводосборника, Асахаэль, как мы с вами говорили, преследовал Абнера, и Абнер копьем, ударом копья назад, заостренным сзади копьем, убил Асахаэля. И Иоав рассказывает, приходил Абнер, сын Абнера, к царю, и отпустил тот его, и пошел он с миром. И вошел Иоав к царю и сказал, что ты сделал? Вот и приходил Абнер к тебе, зачем же ты отпустил его? И теперь он идет, уходя с миром. Разве можно было отпускать такого человека? Ты не имеешь права ему доверять. Он все разрушит, грубо говоря, перекрутит. Ты не знаешь, что он сделает. Ты не знаешь, какую ситуацию он тебя поставит. А кто тебе сказал, что у него такой серьезный конфликт с Ижбошитом? Он тебе рассказал, а ты поверил? А может быть, нет. Может быть, он заманивает тебя в ловушку, и его цель поставить Ижбошита царем над десятью коленами. Что произошло? Как это он в одну секунду, в одно мгновение переменился? И человек, который не доверял Давиду, и который был одним из тех, кто постоянно переворачивал его дела в плохие, и считал, что Давид недостоин быть царем. Как это вдруг он так переменился в одну секунду? Разве можно быть таким доверчивым человеком? Это упрек Иоаба к Давиду. Иоаб считает, что он спасает Израиль в том смысле, что царем Израиля должен быть Давид. Ведь ты же знаком с Амнером, сыном Нера, и должен был бы догадаться, что обмануть тебя приходило и выведать, когда выходишь ты, когда возвращаешься ты, и разузнать обо всем, что ты делаешь. А Иоаб идет еще дальше, чем мы сказали. Он говорит, что не исключена возможность, что он затевает убийство Давида, и этот приход был ничем иным, как разведкой. И вышел Иоаб от Давида и послал гонцов за Амнером, и вернули они его от Бора Сера, а Давид не знал. Иоаб действует самостоятельно, бойско в его распоряжении, люди ему вычиняются, он посылает гонцов, Амнера догоняет и возвращает его от Бора Сера. Мы с вами уже упоминали, здесь нужно обратить внимание, мудрецы говорят, что нет такого места Бора Сера. На водосборной гемони есть такое место. до Бора Сера яма с поросшим колючим кустарником вокруг нее, яма тоже, видимо, водосборник с поросшим колючим кустарником, нет такого места. И нет, и, наверное, не может быть, потому что колючий кустарник не может быть у водосборника, которым тем более пользуются, который известен, которым пользуются. И это условное название кустарник, я напоминаю, что это намекает на проблемы Абнера за то, что его, то, за что его небеса присудили к смерти, а мы понимаем, что здесь кончится дело убийством Абнера, небеса присудили его к смерти за то, что он говорил против Давида. И один из моментов основных, когда Давид показал Шаулю вышедшему из пещеры край одежды, которую он отрезал из той пещеры, где был Давид, спрятался Давид, и Давид отрезал край одежды, показал Шаулю, чтобы сказать, я мог тебя убить. Шауль расстрогался, Шауль расплакался, когда он пришел к своим людям, Абнер ему сказал, наверное, твоя одежда зацепилась за кустарник и оторвался ее кусок, а Давид подобрал этот кусок и показывал тебе, будто бы он был рядом с тобой, мог тебя убить. И за это, за то, что Абнер переворачивал все дела Давида в плохую сторону, за это небеса приговорили его к смерти, как говорят, она полагается смерти от руки небес. Мы понимаем здесь, что мы в жизни привыкли разделять на черное и белое. Но не всегда так легко провести грань между праведностью и злодейством. Где злодейство, где ошибка. Абнер считается большим праведником, человеком, который заблуждался в отношении Давида и, наверное, были основания думать и Давиде плохо. Скажем, был Дой, который сказал, что Давид хотел затеял убить Шауля и что он попросил, сам попросил меч у первосвященника вновь. И были другие моменты. И Михайля сказала Шаулю, что Давид убил бы ее, если бы она не спустила Давида через окно. Наверное, были многие моменты, которые могли привести к искренней ошибке, действительно, к подозрению Давида в плохих качествах души и к выводу, что такой человек не может быть царем Израиля. И скажем, с одной стороны Авнер человек праведный, как мы с вами говорили, воин, построивший вместе с Шаулем страну, построивший армию Израиля. С другой стороны человек ошибавшийся, но видимо ошибавшийся искренне, и поэтому скажем, не его нельзя причислить к злодеям, однако мы видим, что он пострадал за то, что говорил плохо о Давиде. Есть в Гемарии, в Сангедрин, есть еще одна причина, почему Авнер был наказан небесами. Наверное, это несколько причин, которые капля за каплей переполнили чашу терпения небес. И причина очень интересная, о которой мы с вами говорили, хочу напомнить о ней, что когда Шауль велел своим воинам убить Кавенов Нов, потому что он подозревал их в измене, восстании против царства, то Авнер и Амаса, о котором пойдет речь дальше, Авнер и Амаса отказались это сделать. И с одной стороны это правильно, а с другой стороны Гемар говорит, что они не сделали достаточно, они были военачальниками, они должны были бы приказать своим воинам защитить Кавенов, но они не сделали это, они протестовали, но протестовали недостаточно сильно, достаточно активно, и поэтому небеса приговорили и Авнера, и Амасу, который погиб позже, приговорили к смерти от руки небес. И вот так вот этот боро-сера, яма, вокруг которой растет кустарник, сир, скажем, кустарник, колючий, сухой, который легко может загореться, вот это название, оно за ним оказывается раскрывается целая картина представления об Авнере и о его праведности, и о его ошибках. Вернулся Аврел в Хеврон и завел его Юав внутрь башни, в которой находились ворота, чтобы говорить с ним без помех, и там ударил его под ребра и умер Абнер за кровь Асаэля, брата его. Что сделал здесь Юав? Человек, в общем-то, человек в общем-то большой праведности. Говорят, что то, что Юав завел его в ворота, ворота всегда указывают на суд, говорят, что Юав привел его в Санкт-Петри, который собрался в воротах города. Ну, конечно, с точки зрения реалий трудно себе представить, чтобы вот так действительно как было, так было, как описывает нам трактация на 49-ом листе, что Юав совершил суд над Абнером. Есть комментарий, скажем, довольно солидный, который разъясняет, скажем, нам таким образом, конечно, Санкт-Петри не был собран, но Юав задавал Абнеру вопросы, на которые Абнер не смог ответить. Я вот вижу, что у нас в чате есть вопросы, я прошу подождать секундочку, мы сейчас закончим тему и перейдем к вопросам. То есть Юав, в общем-то, действовал по суду, действовал по суду, но нельзя сказать, что он буквально его привел в Сангинрин и там судил. И мы с вами говорили, что в тракте Сангинрин на 49-ом листе описываются как бы те вопросы, которые задавал Юав Абнеру. Он спросил его, на каком основании ты убил Асахаэля. Тот ему сказал, он же преследовал меня, он меня хотел убить. И я как бы по полному праву человека, который защищается. Если кто-то пришел, встал, чтобы убить тебя, встань, убей его, я убил его. на это Юав сказал ему, что ты своим опытом, как говорится в тракте Сангинрин, своим опытом воина, ты бы мог его ударить в ногу, попасть ему в ногу. Ты бил копьем назад, не видел, но при всем твоем опыте ты бы мог попасть ему ни в ребра, ни в нижнюю часть живота, не пробить его насквозь, так, чтобы он умер, а ударить его ногу. И это, как мы с вами говорили, есть понятие превышения мер самообороны. Если ты можешь спастись, повредив один из органов человека, который тебя преследует, ты должен это сделать. А превышение мер самообороны, когда очевидно человек убивает другого в той ситуации, когда он мог этого избежать, мог бы спасти себя, повредив один из его органов, это приравнивается к убийству. И дальше уже дело суда разбираться, насколько умышленно это произошло. И это тот вопрос, который АП задал Абнеру, и Абнер не смог ничего наспетить на то, что он опытный воин, и вполне помог попасть ему, Асахаэлю мог попасть в ногу. И ЮАФ незаметно в процессе обсуждения галактических вопросов, говорит, что они обсуждали вопрос, как делать Халица, а как делать Халица женщине, у которой нету рук. Возможно, что это несколько надуманная ситуация, которая призвана показать только, что ЮАФ задавал, начал обсуждать с Абнером какие-то вопросы и неожиданно нанес ему удар. И таким образом отомстил за кровь Асахаэля. Здесь понятие, здесь как бы накручивается, наверчивается еще одно понятие, очень сложное, на кровные мести, Гоэлядам, которое описывается в Торе, начиная с главы Межпакин. Ситуация здесь очень сложная, можно представить себе таким образом. В принципе, если человек убил другого, если человек убил другого, и, допустим, ситуация ЮАФ обвинил в умышленном убийстве. И в такой ситуации есть, так можно сказать, мститель, когда есть умышленное убийство, когда убийца, скажем, вынесен приговор, и убийца бежал, то мститель может убить убийцу, умышленного убийца уже без суда, не везти его в суд, а убить его где-то. Ситуация теоретическая, потому что Абья и Израиль никогда это не делали. Есть закон о том, что если даже человек убил случайно, случайно, неумышленно, как здесь УАФ обвиняет Абнера, случайно и не соблюдая мер предоспорожности, то есть убийства из-за его халатности, и вот он, скажем, должен жить в городе, в городе убежище, не выходить оттуда, а если он вышел, то родственник убитого имеет право убить его, если, скажем, случайно убийца вышел из города. В общем-то, закон страшный, никогда мы с вами увидим в дальнейшем здесь Шмуэль Бет, мы увидим никогда, сына, я Израиль не пользуюсь этим законом, никогда. Он был дан, возможно, как некоторая такая аллюзия того, что происходило вокруг кровной месть была распространена везде и повсюду, она уносила целые жизни, многие жизни, целые семьи, как мы с вами можем представить себе, если кто хочет, может вспомнить Шекспира, длилась годами, иногда десятилетиями. И Тора дала какой-то закон, сформулировала, как можно избежать этой кровной мести. Но сыновья Израиля по своей природе, они как бы пошли дальше сразу, они вообще не пользовались никогда этим разрешением убить того, кто убил родственника, может быть, случайно убил, и он должен жить в городе убежище, а вот он вышел из города убежище, теперь пойти и убить его, поскольку Тора разрешила. не было ни такого случая. И ЮАФ здесь некоторое такое исключение, которое можно сказать, что он действует, с одной стороны, он действует по закону, а в мэр, если бы он случайно убил, должен был бы сидеть в городе убежище, а если бы это было умышленное убийство, то тем более можно его было убить. То есть ЮАФ по крайней мере в какой-то степени действует по закону. Проблема в том, что была война. На войне нет этого закона. К сожалению, бывают междоусобные войны, были междоусобные войны в дальнейшем в народе Израиля. И когда происходит война, то закон о такой кровной мести, о праве родственника, убить кого-то, он не действует. И тогда в связи с этим мы поймем с вами реакцию Давида. И услышал Давид после этого и сказал, навеки чист я и царство мое перед Богом от греха пролития крови Авнера, сына Нера. Давид, как мы понимаем, попал в очень тяжелую ситуацию. Кто ему сейчас поверит, что он не послал Юава? Кто ему не поверит, что он не хитрец и не отпустил Авнера для того, чтобы свалить всю вину потом на Юава, который убьет Авнера по приказанию Давида? Кто ему сейчас поверит? И падет она на голову Юава и на весь дом отца его и не переведется в дом Юава больной истечением и прокаженной и держащей и не держащей за посох и падающей от меча и нуждающейся в хлебе окей допустим он проклинает Юава Юав Юав Ювиша и брат его убили Авнера за то, что он умертвил Саэля брата их в сражении у города Гевон и сказал Давид Юаву и всему народу который с ним порвите одежды ваши и припаяште с мешковины и оплакивайте Авнера а царь Давид идет за ложем погребами царь по закону в общем-то даже не имеет права участвовать в похоронах это особый закон который запрещает царю участвуют травмные процессы однако Давид мы понимаем что здесь ситуация такова что он хочет любым способом показать что он не причастен к смерти Авнера что он глубоко переживает и похоронили Авнера в Хеврон и возвысил царь свой голос и плакал пока шел к могиле Авнера и плакал весь народ и плакал царь об Авнере и говорил неужели смертью недостойного человека должен был умереть Авнер в скобках мы можем с вами заветить что могила Авнера известна сегодня она находится как бы вплотную к Маратам и Пилак к пещере братцов это место которое которому приходит молиться как приходит молиться к могиле праведника может быть не все его знают как бы да но те кто знает приходит молиться к могиле Авнера руки твои не были связаны ноги твои не были в окопах как падают перед людьми бесчестными пал ты и продолжал весь народ оплакивать его и пришел весь народ подать Давиду хлеба Давид сидел в трауре и человеку не положено самому готовить себе пищу и слуги они должны его готовить пищу вот пришел народ и подать ему хлеба Давид сидел в трауре как по близкому родственнику и все из народа узнали и понравилось им это трудно сказать как народ поверил Давиду но видимо искренность Давида и его подведение было подкупающим и народ поверил Давиду что он не виноват в этом да вот и все признали что не было повеления царя убить Авнера и сказал слугам своим разве вы не знаете что вы начальник и великий человек пал сегодня в Израиле то есть он отдает дань должное вот Авнеру а я слаб хотя и помазан на царство а люди эти сновья отцруясь сильнее меня так так пусть оплатит Бог делающий зло по злу его я немножко поторопился здесь но может быть нету выхода давайте посмотрим что значит сыновья цруи сейчас мы с вами поднимем поднимем схему с вашего разрешения еще одну секунду и посмотрим что что имеется ввиду сыновья цруи так я надеюсь что схема видна да и вот мы здесь с вами видим что у Ишая были семь сыновей включая Давида Давид младший да и у него еще были дочери сруя и Абигаль частично Абигаль была замужем за Етером частично мы информацию получаем и с Деврея и Мим еще вроде бы у Ишая был сын Ильяу Ильяу трудно сказать то ли скажем это действительно еще один сын то ли это имя Ильяав исказилось в Деврея и Мим очень трудно сказать то что нас интересует есть сестра у Давида и зовут ее сруя и ее дети это Абишай и Йоав и Асахаэ с Йоавом мы знакомы Асахаэль как мы понимаем погиб и Абишай пришел Абишай пришел к Давиду давно уже находится с ним и был с ним в был с ним в циклаге как мы представляем себе это то что говорит Давид сыновья от сруи они сильнее меня он имеет в данном случае Йоава ну и Абишай который поддерживает поддерживает Йоава здесь я готов остановиться так и вот пожалуйста я вижу вас всех если кто-то хочет спросить пожалуйста с удовольствием я постараюсь ответить на ваши вопросы я тем временем пытаюсь открыть чат вопрос такой то есть вопрос идет о праве на убийство и так далее только лишь и в Талмуде и в Сангедрине но знал ли прежде всего вопрос первый Йоав о том что с какой миссией пришел Аблер к Давиду о создании общего царства знал Йоав об этом или нет наверное как мы видим из его слов но он не доверяет ему он видит в нем шпиона или видит человека который не говорит правду и цель его прихода была иная выкрутить перекрутить ситуацию так чтобы Иш Бошет стал царем он наверняка знает или тут же догадывается как Авнер представил свой приход зачем он пришел как он объяснился цель своего прихода конечно он и если мы не рассказали подробно разговор Давида с Авнером то он мог легко догадаться ему не нужно было много объяснять этот аргумент совершенно не участвует в оценке действий Йоава еще раз ведь этот аргумент о создании царства совсем не участвует в оценке ни в Талмуде дальше ни в Сангедрине оценке поведения Йоава ведь потом Давид не просто проклил его здесь но он завещал Шлома покончить этот вопрос потом насколько я понимаю это вы правильно говорите но со Шломо у нас впереди еще долгая история Йоав один из центральных ее моментов со Шломо здесь как бы центральный момент почему Давид поручил Шломо сказал Шломо что Йоава нельзя оставлять в живых основное это то что Йоав был противником Шломо ни за что не хотел чтобы Шломо поднялся на престол он и поддерживал Шлома в какой-то степени по крайней мере до какого-то момента и он участвовал в помазании на царство Адония то есть фактически в открытом бункте против Шломо и против Давида который был еще в тот момент жив это было главное я был противником Шломо то что то что Давид говорит что он кровь мира превратил в кровь кровь войны превратил или скажем наоборот кровь войны он пролил как кровь мира то есть за убийство во время войны он отомстил как за убийство хладнокровное скажем во время мира это одна из причин это только одна из причин возможно что можно было бы как бы это оставить за давностью лет но поскольку был Юав противником Шломо и он таким образом повел себя с Абнером и не только в ситуации с Абнером Давид сказал ему этот человек не даст тебе править он всегда будет твоим противником пока он жив ты должен опасаться ты должен опасаться и за свое царство и за свою жизнь это было как бы тем то есть тем обвинением против Юава есть скажем причины по которой Давид велел Шломо казнить Юава то есть представляется что вот этого одного поступка довольно резкого может быть его было бы недостаточно для того чтобы поручить Шломо привести приговор за преступление которое было много лет назад и за которое Давид не смог казнить Юава Юава я думаю что это было бы недостаточно вот вижу вопрос от уважаемого Тимофея а можно назвать причиной преждевременной смерти следующая и сказал Давид Авнеру ведь муж ты кто равен тебе в Израиле а чего же ты не охранял царя господина твоего ведь приходил один из народов убить царя господина твоего может быть возможно и можно да вот обвинение Давида что Авнер не уберег Шауля от опасности когда будет на месте Давида другой человек он бы убил Шауля Давид похитил как мы помним копье Шауля ночью когда все спали и Авнер тоже спал может быть можно было бы но я не знаю источника который обвиняется в этом Авнер то есть интересно идти за источниками я думаю что необходимо идти за источниками потому что может быть если бы копье не выдвигается украденное копье не выдвигается как причина того почему погиб Авнер можем представить себе что там было божественное проведение что все уснули не могли поднять головы даже воины которые должны были охранять Шауля они все спали вот это было была помощь помощь Всевышнего может быть может быть как предполагается что Авнер не виноват интересно то в чем его обвиняют источники то есть один источник его обвиняет в неверном отношении к Давиду при этом не называя злодеем это трактация и второй источник который мне представляется крайне крайне важным это вопрос как мы говорили который был очень важен для современного израильского общества вопрос отказ исполнять приказ приказ государства или приказ царя когда ты когда ты знаешь или даже просто чувствуешь понимаешь как бы интуитивно что этот приказ неверный то есть нельзя идти против своей против своей совести и несмотря на то что Аннер и Анмаса не стали убивать ковенов они воспользовались всеми теми возможностями которые у них были для того чтобы защитить их и в этом наша традиция как бы глядя глазами небес глазами свежнего есть так можно сказать она видит большую проблему в этом большой моральный нравственный урок для каждого человека и понимание роли человека и роли государства в современном израильском обществе в религиозных кругах есть такая тенденция объявлять государство чем-то святым чем-то святым раф фи иуда например он говорил что форма солдата армии израиля это святое и нельзя этим пользоваться в будничных целях то есть нельзя найти надеть армейские ботинки во время отпуска и пойти что-то копать это скажем очень очень интересный подход скажем человека эмоциональ эмоционального видящего государства Израиля и в том, что с ним связана святость. Но при этом вряд ли Рад Циевуда имел в виду, что государство свято настолько, что все, что тебе сказано, все ты должен делать. Нет и нет. А есть государство, оно может понять его святости, и есть совесть, есть совесть человека, есть его личная совесть, есть его гражданская совесть. Это никто не может отменить, иначе государство-то и не сможет функционировать. Потому что если все люди будут подчиняться как роботы, и будут постоянно идти против своей совести, то скажем, государство, оно и не сможет быть ни духовным государством, ни верным функционирующим государством. Другое дело, что значит совесть, у кого какая совесть, и так далее. Это вопрос отдельный, его можно обсуждать для того, чтобы, конечно, говорить о совести. Нужно, чтобы люди были развиты, понимали, что такое совесть, понимали свою ответственность, и так далее, и так далее. Но, по крайней мере, взять как теоретическую посылку, что даже понятие святости государства не предполагает, что человек должен просто открыть рот, и все, и делать все, что ему говорят, это, мне кажется, очень и очень важно. так что можно подчеркнуть две такие проблемы, да, и эта проблема, которую упрекает Авнера Давид, она не упоминается в наших источниках, я говорю, как в качестве предположения, можно сказать, что в этом была рука Всевышнего, что все уснули. Что-то еще хочется спросить? Хорошо. Мы тогда с вами закончим, подведем черту, и я, как всегда, планирую больше, чем можно сделать, видимо, за одно занятие, это и хорошо, и плохо, но в любом случае у нас на следующие занятия остается очень интересная тема, начало царствования Давида над всем Израилем, который начинается с захвата Ирушалаема, захват Ирушалаема сама по себе как бы сложная тема, даже, скажем, с точки зрения такого технического понимания, как был захватен Ирушалаем, с точки зрения источников, с точки зрения археологии, мы с вами совсем постараемся разобраться, но ситуацию мы с вами сразу представляем, что в центре Израиля стоит город, город Егусеев, прошло уже 400 лет со времени начала завоевания земли, а до сих пор в Израиле находятся города гнанских племен и филистимлян, которые остались не завоеваны. Хорошо. Вот, скажем, в следующий раз постараемся с вами обсудить эти темы. Спасибо большое всем за внимание и всего самого-самого доброго. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.